Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. В этой статье я подготовил для вас еще 5 бесплатных, крайне полезных плагинов для Joomla. Из этой серии уроков вы узнаете, как на Автопилоте получать современный формат изображений ВП, как заменить стандартные скучные сообщения, системные сообщения в Joomla на симпатичные, как закрыть внешние ссылки, так чтобы это хорошо смотрелось с точки зрения SEO-оптимизации сайта, внедрение канонического URL, что такое канонический URL, и новый, совершенно новый плагин, который вышел не так давно, бесплатный, замена стандартного редактора. Редактор наподобие Гутенберга для WordPress. Что-то похожее есть на Joomla, и в этих уроках я покажу, что это за плагины, как ими пользоваться. Я уверен, что вы найдете для себя плагин, который будете использовать для своих сайтов. В этом первом видео в рамках данной статьи я хочу показать вам бесплатный плагин от команды разработчиков DJExtensions.com для автоматической конвертации изображений JPEG PNG вашего сайта в современный формат изображений WP. Кто давно за мной следит, видели уже, что я тесно работал с этими разработчиками, у меня выпущено много уроков по ихним расширениям. Это популярная доска объявлений, каталог и другие расширения. Ссылки и все оставлю я на своем сайте fedorovasilev.com в данной статье. Здесь на сайте я нахожусь, сейчас я на сайте разработчиков. Вы можете перейти, Extensions, это расширение, да? И здесь будет вот блок Free Extensions. То есть вот эти все расширения бесплатны для Joomla. Как я уже сказал, будем рассматривать DJEVP. Вот этот плагин, давайте перейдем посмотрим. Это совершенно новый ихний плагин. Он еще, скорее всего, в бета-версии. Но он уже весь работает, я его протестировал. Можно использовать, я думаю, на рабочем сайте. Но если вы сомневаетесь, можете перейти в каталог для Joomla. Это Extensions.joomla.org. И там от других разработчиков есть похожие бесплатные плагины именно по WP. Если этот не подойдет, то можно попробовать другой. И давайте на несколько слов вообще. Так как урок именно об этом, я должен сказать, что это такое для тех, кто не знает. Хотя я уже во многих уроках об этом говорил. WP – современный формат изображений от Google. Он рекомендует использовать на своих сайтах такие изображения. Ничего нам не составляет сложности наше изображение конвертировать через специальные онлайн бесплатные конвертеры. То есть прогонять наше изображение для сайта, который у нас в JPEG, PNG формате, в WP. И размещать на сайте. Ну тут смотрите, такая ситуация. А если вы уже давно видите сайт, у вас много статей. Вам же все эти статьи, все эти фотки из статей, если прогонять через конвертер, это надо все заново их прогонять. И потом обратно на сайте в каждую статью обновлять. Ну тоже не вариант, время затратно. Этот плагин конвертирует в WP как существующее изображение на вашем сайте, так и вновь добавленное. То есть создаете статью, добавляете фото, оно автоматически конвертируется в WP. То есть даже не надо будет об этом думать, вы загружаете на сайт по привычке, как обычно для своих статей, там для сайта, изображение в JPEG, в PNG, а плагин автоматически конвертирует. Теперь про этот формат. Сейчас вроде бы все браузеры поддерживают данный формат, вы должны просто об этом знать, смотря какая аудитория на вашем сайте. То есть если вы хотите идти в ногу со временем, то мы используем данный плагин. Если вы боитесь потерять часть трафика, то есть люди, которые пользуются старым браузером, интернет-эксплорер или любым другим браузером, но не обновляют данные браузеры, то есть пользуются старыми версиями браузеров, такие браузеры не будут поддерживать формат WP. И на вашем сайте они увидят, скорее всего, просто пустые места без картинок. Это будет не очень хорошо. Эти пользователи могут не понять, что происходит, и впоследствии могут уйти с сайта. Вам нужно здесь просто определиться, либо движемся в ногу со временем, либо мы охватываем всю аудиторию и старых, так скажем, и новых, но в ущерб производительности, то есть скорость сайта. То есть зачем вообще WP-формат нужен? Это сильно ускоряет работу вашего сайта, то есть сайт будет грузиться быстрее, а это, я считаю, первостепенно. Поэтому в угоду современности и новым технологиям я бы предпочел формат WP, даже жертвуя трафиком теми людьми, которые пользуются старыми браузерами, не обновляют их. И еще одно замечание. Обратите внимание на ваш шаблон, который вы пользуетесь на своем сайте, или вы используете конструкторы страницы. Я вам скажу то, что знаю точно я. Свой сайт fedorvasiliv.com, я использую на нем шаблон от u-tem. И данная опция у меня внедрена в самом шаблоне, вот это WP, автоматическая конвертация. То есть, по сути, я не нуждаюсь в этом плагине, этот функционал уже есть в шаблоне. Посмотрите внимательно на свой шаблон, может быть у вас уже есть эта опция, эта возможность. Тогда вам не нужен этот плагин. Нам не нужно перегружать сайт также различными плагинами. Знаю, что конструктор Gridbox, если вы такое не использовали или будете использовать, там есть встроенный функционал конвертации в WP, даже более чем. То есть, вот эти два инструмента точно есть такой функционал. Вам тоже это не понадобится. Но если у вас простой шаблон, или может быть это непростой шаблон, но в нем нет такого функционала, тогда этот плагин вам подойдет. На момент записи, как я и говорил, это бета-версия 0.7. Следите за этими обновлениями. Я думаю, вскоре выпустится у них рабочая версия. Но я уже протестировал, как я уже сказал, я не увидел каких-то недочетов. Все работает. Давайте посмотрим настройки данного плагина. Буду работать вот с этим тестовым сайтом. У меня загружено уже несколько картинок. Как вообще посмотреть? Правой кнопкой мыши клику по картинке и просмотреть код элемента. Я вам просто хочу показать. Вот эта картинка, вы ее видите. И видите, у нее в конце JPG. То есть сейчас этого плагина здесь нет, и все картинки у меня JPG. Как сейчас мы с вами плагин установим, настроим. Еще раз мы сюда посмотрим, и вы убедитесь, что здесь будет уже VP. То есть это будет говорить о том, что изображения уже загружены на ваш сайт. Все ваши статьи будут сконвертированы в VP. То есть это все сокращает время, упрощает работу и так далее. И соответственно уже на Автопилоте все новые изображения, которые вы будете загружать после установки настройки плагина, они соответственно тоже уже будут VP. Итак, я перехожу в админку. Расширение установить. Плагин я уже скачал, перетаскиваю его сюда, устанавливаем. Плагин установился, давайте перейдем к настройкам. Вот он у меня здесь наверху. Если он у вас наверху не показался, кликните по ID один раз. Если нет, кликните еще раз. Он у вас должен здесь показаться. Включаем его. Далее переходим в настройки. Важный момент. Вот здесь вот у меня стоят две галочки, что браузер и сервер поддерживает эту разработку. У вас, если здесь будет напротив сервера крестик или что-то такое, это уже нужно будет связываться непосредственно с вашим хостингом и обсуждать. Иначе плагин не будет конвертировать ваше изображение. Далее настройки дебаг это отладочный режим. Им пользоваться не будем. Дальше сжимать файлы системно или library. И здесь есть компрессия, вид компрессии. Давайте просто возьмем system, оставим как есть. Дальше вот здесь exclude menus. То есть исключить вот таким образом можете меню, там где не надо, чтобы конвертировались ваши изображения в формат в ВП. И самая главная настройка находится у нас вот здесь. Заходим сюда. Здесь я так понимаю это как пример. Я объясню как им пользоваться. Вот здесь вы должны прописать путь к тем папкам, где нужно, чтобы изображения в формате JPG или PNG или то и другое конвертировались в ВП. Давайте я вам покажу для новичков. То есть у вас здесь есть медиа менеджер. Здесь у вас будут находиться все папки ваших статей. Здесь же вы можете создать каталог. Это создается просто новая папка. И вот они названия папки banners, headers и так далее. Корневая папка считается image. Даже отсюда вот я ее скопирую вот так вот, чтобы руками не писать. Допустим все основные изображения у вас будут в папке image. Но так же можно и любую папку прописать. А вдруг есть какие-то папки, где вам не надо делать конвертацию. Тогда вы можете создать отдельную папку для изображений JPG, PNG, где конвертация не нужна. То есть здесь можно все четко настроить. Давайте я возвращаюсь в плагины. DJI WebP. Захожу сюда. И вот по аналогии верхнему, здесь по плюсику мы добавляем новое правило. Здесь я пишу просто image. То есть в корневой папке будут все изображения конвертироваться. Хочу конвертировать формат JPG и PNG. PNG это изображение с прозрачным фоном, пускай тоже конвертирует. Здесь вы можете управлять качеством. Качество 100%. Если хотите, чтобы изображение WP весило еще меньше, приемлемо, я думаю, даже сделать 80%. Но следите, какие изображения вы загружаете. Если качество будет слишком плохое, значит можно оставить 100%. Следующая опция в часах регенерировать через какое время веб-изображение. Ну то есть не совсем понятно из перевода, что это значит. Я оставляю вот как есть. Следующее поле. Исключение файлов, я так понимаю, этих фотографий из папки. Список элементов, которые должны быть исключены из, так сказать, сжатия WP. Разделяйте их точкой с запятой. Я так полагаю, можно добавить сюда картинку, название картинки. И оно не будет конвертироваться в WP. Давайте на этом уровне я нажму сохранить. Посмотрим, как это работает. Я перейду в медиа-менеджер. То есть вы должны понимать, если мы зайдем в какой-то каталог, видите, путь меняется. Дальше имидж, косая черта и название папки. То есть если вы сюда загружаете изображение и хотите конвертировать, то вам нужен вот этот путь вставлять в плагине. Я думаю, это понятно. Давайте вот это изображение одно попробуем исключить. Возвращаясь в плагин. Давайте зайдем сюда. Протестируем, как работает исключение. Я вставляю название. Вот такое название вместе с расширением этого изображения. Просто проверим, как это работает. Сохранить. Сохранить. Закрыть. Иду на сайт, обновляю страницу. Проверяем. Давайте еще почистим кэш браузера. На всякий случай. А в админке кэш у меня чистится автоматически. Для тех, у кого нет вот такого плагина кэш-клинер, да, должны понимать, что вам придется чистить кэш отсюда. Давайте проверим теперь. Правая кнопка мыши по изображению. Просмотреть код элемента. И вы можете видеть, что это изображение, видите, уже автоматически подставляется вместо него. Вот здесь это видно. WebP. Должно вот такое название. То есть все здесь нормально. Проверяем это изображение. Это изображение я исключал. И вы видите, это тоже сработало. Стоит PNG, потому что нету здесь WebP. То есть вы даже можете исключать какие-то определенные изображения. И даже не важно, если вы спросите у меня, где их загружать. Просто я использую в статьях загрузить изображение через изображение ссылки. То есть для вступительного текста, для анонса статьи, вот это поле для загрузки изображений. А вот это изображение для полной статьи. То есть если я зайду, видим это изображение для полной статьи. У него, соответственно, такое же название, поэтому оно здесь не конвертируется. А если кто привык загружать вот сюда изображение для статьи, то есть через изображение, то они тоже будут конвертироваться в WebP. Давайте протестируем. Вот я загрузил изображение через изображение. То есть понятно, что вот отсюда загруженное изображение, оно уже в WebP конвертируется. То есть он подхватывает этот плагин везде. И в полной статье. Вот смотрите, вот это анонс. Захожу, полная статья. Просмотреть код элемента. Вы видите формат ВП. Думаю, на этом урок можно и заканчивать. Думаю, здесь все понятно. Отличный плагин. Все работает. А в следующем видео не пропустите от этих же разработчиков бесплатный плагин, как украсить более красиво системные сообщения Joomla. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...